Весь в лесах и за забором. Таким встречает Ленинский мемориал гостей Ульяновска. К концу года завершится ремонт кровли. С учётом особенностей и состояния здания, его фасад планируют сделать вентилируемым и тепло, и прослужит дольше. Сейчас мемориал меньше всего похож на памятник эпохи. Грохот техники, груды с битого мрамора, рядами уложенный стройматериал. Но, несмотря на внешний вид, он остаётся стратегическим центром будущего торжества. 20-й год данная ситуация тоже будет проходить под целым знаком юбилея и мероприятия статуса уже 2-я. Ну, уже, так скажем, традиционно. Сначала с выставочных проектов больших, которые готовятся. В январе месяце уже будет закончен проект Ленина от первого лица, часть 2-я. На прошедшем совете при полномочном представителе президентов ПФО, посвящённом вопросам туризма, к предстоящему юбилею уделили особое внимание. Городу необходимо увеличить поток туристов до 2 миллионов человек. Следовательно, требуются серьёзные корректировки существующих программ, как раз связанных с главным брендом Ульяновска. Параллельно с сохранением реставрации памятников я обратился к президенту Российской Федерации с просьбой учитывая исторические значения, юбилейные даты, повышенный интерес к городу Ульяновску. Со стороны гостей и туристов, с разных сторон, рассмотреть вопрос о возможности изготовления юбилейной монеты 150 лет Владимира Ульяновску. Развивать туристическую инфраструктуру и создавать новые имиджевые продукты, экскурсионные маршруты и фестивали, например, советской песни, выставки, конкурсы, конференции. У гостей всех рангов пользуется спросом знаменитая кепка Ильича. Верной дорогой идёте, товарищи. Я глубоко убеждён, что на каждые рубли, которые мы потратим на празднование Владимира Ульяновича Ленина, на туристические маршруты, мы как минимум 10 рублей бюджет получим от возрастающего туристического потока. Это просто объективно. Тем более, если говорить о той категории наших международных партнёров, я говорю о нашей партии, легкие социалистические правящие партии, правящие коалиции, они в своих странах обладают достаточно мощным информационным ресурсом. Создание туристического центра советского наследия – это совокупность всех мероприятий, связанных с именем вождя и советским периодом истории Ульяновска. Вновь обратились к вопросу реконструкции памятников. Уже готов реестр, составленный совместно с муниципалитетами. А главным мероприятием юбилейной программы наступающего года станет второй международный форум историков, культурологов, философов и публицистов.